Нельзя делать частые перекусы из-за скачков инсулина, ведь любой перекус это скачок инсулина, который блокирует ваше жиросжигание и вы не похудеете. Ну давайте разбираться, почему-то я частенько слышу вот такую вот хрень от каких-то псевдоэкспертов, но мне как простому обывателю хватает моих небольших знаний, чтобы понять, что это полная херня. А большинство обывателей из интернета, они простые люди и они будут верить этим экспертам, ведь у них много подписчиков и просмотров, но к сожалению, этих псевдоэкспертов знаний как у данной стенки. И наверное попытаюсь объяснить довольно-таки просто, чтобы было понятно всем. Давайте начнем просто с инсулина, ведь данный гормон чаще всего демонизируют вместе с кортизолом и эстрадиолом. Смотрите, проблема всех гормонов в их переизбытке. Любой переизбыток любых гормонов ведет за собой пагубные проблемы. А проблема инсулина не в его частых скачках в нашем организме из-за частых перекусов, а в его количестве в нашем организме. Чем больше поступает пища в наш организм, тем соответственно больше организм выделяет инсулина на эту же пищу. Но людям просто внушили, что частые скачки инсулина это вредно, но люди не задумываются об общем энергобалансе в нашем организме. То есть, если ваша норма 2500 калорий, и вы на ней не скидываете и не набираете вес, это поддержание. И вы его съедите за 4 раза, то есть у вас будет 4 скачка инсулина, или же за 9 раз, и будет 9 скачков. Разницы нету. Общее количество циркулирующей инсулина в организме будет одинаковое, и количество его скачков не имеет значения. И если вам будут рассказывать про инсулинорезистентность, инсулинорезистентность это адаптация к инсулину, и она вызвана переизбытком жировой ткани в вашем организме. То есть, если вы жирный, у вас будет инсулинорезистентность. Вот и все. А не частые скачки инсулина. Запомните, на первом месте это правильное соотношение белков, жиров и углеводов в вашем рационе. И разнообразие пищи. Ведь чем она будет более разнообразная, вы больше будете получать витаминов, микроэлементов и так далее. Это правильное соотношение и норма. То есть, если вы будете питаться в норме, допустим, в вашей калорийности 2500 калорий, все будет отлично. Любой переизбыток, скорее всего, будет уходить в жировые отложения. А вот переизбыток жировой ткани, вот это уже проблема. Если у вас остались какие-либо вопросы, оставляйте их в комментарии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в шапке профиля, там много полезной информации. А если вы хотите сотрудничать со мной, как с онлайн-тренером, и вы желаете похудеть, пишите мне в инстаграм, и мы начнем сотрудничество. Будьте здоровы! Продолжение следует...